Машина едет! Нет! Нет! Стой! 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 Это уже в каком-то другом сеттинге или нет? Или мы тоже будем в каком-то доме, как и в первой части? Сейчас все узнаем! Понеслась новая игра! Предыдущие две части очень много страха мне достали. 24 сентября. Меня зовут Ноа. Ну, почему-то с маленькой буквы. Но, видимо. Мне 28 лет и я мужчина с Среднего Запада. Понятия не имею, для чего я это отсылаю вам, но я надеюсь, что моя история послужит вам уроком. Это произошло, когда мне было 18. Но я помню этот инцидент так, как будто бы это было вчера. И травма, которую я оттуда унес, определила большую часть моей жизни. Все, мне уже очень стремно. А немного предыстории. Мой папа был риэлтором и практически всегда заводил дружественные отношения с клиентами. Однажды он пришел домой и предложил мне небольшую подработку на выходных. Один из его старых клиентов собирался уехать на несколько дней. И требовалось какое-нибудь доверенное лицо, чтобы присмотреть за его домом. Человек работал как сооо в медиакомпании. В местной медиакомпании. Может быть, сио, как директор имеется. Я не знаю, что такое сооо. Папа сказал мне, что он заплатит мне 100 баксов. Просто за то, что я присмотрю за его домом. И буду делать всякие обычные рутинные дела по дому. Я принял предложение, поскольку мне особо нечего было делать на этих выходных. Кроме того, я думал, что я смогу использовать это время, чтобы заняться своими школьными делами. Кроме того, я не то чтобы был супер привередливый, так как у меня пустовали карманы. Мой папа привез меня в дом. О боже, что же произойдет в этом доме? Где я? Где я? Это что, дом? Это прачечная. А, я, видимо, уже отнес вещи в прачечную. Короче, уже начал работать. Дождливо. Омерзительно. Слушайте, прямо вот ощущается, ощущается сырость. Такое ощущение, как будто кто-то за мной следит. О нет. Что мне нужно сделать? Какая цель? Задача? Наверное, нужно вещи кинуть в стиралку, да? Или, может быть, забрать уже? Давайте пройдемся, посмотрим. Может быть, какая-то стиралка уже пищит, мол, все сделано, постиралось. Или мне нужно пройти? Что за подвал? Дом чувака находится в пра... Погодите. А, нет. Возможно, я думаю, что это какой-то коллекционный предмет. Я не знаю. Это сон. Это страшный сон мне снится. Да. Нет. Ой. Шифтить, чтобы спринтить. Шифтить, чтобы спринтить. Чтобы жить. От кого... От кого мне спринтить? Это успокаивающая музыка совсем не успокаивает. Она, наоборот, усыпляет мою бдительность. О нет, мухи. Что-то прогнило в этой мусорке. Впервые эта игра начинается со сна. О, человек. Папа? Папа, это ты? Папа? Такой неподходим. Отбеливатель? Что? Куда его... Куда его пихать? А вы кто? Где отбеливатель? Мне нужен отбеливатель. Что это за место такое? Вы кто? Я сказал, отбеливатель! Ладно, у нее лицо не страшно. Довольно-таки спокойно на вид. Хотя это тоже неприятно. Ной? Папа? Ной? Время сна закончено. Мы здесь. Мы здесь. Ты сказал, что ты сможешь что-то сделать. Просыпайся. Просыпайся, Ной. Ной, просыпайся. Это папа. Он будит меня. Я сплю в машине. Я уснул в машине. Вот сейчас будет сонный паралич. Смотрите. Я как будто бы... Я двигаюсь? Ной, просыпайся. О, папа. Нет, это не человек из сна. Это какой-то другой человек. Мне переключать с помощью мышки или как? Видимо, только с помощью мышки. Ты думаешь, ты справишься? Сколько я спал? Да неважно. Ты справишься или нет? Да, я справлюсь. Рой звонил и сказал, что ключи должны быть под пейковым камнем. Окей, понял. Он говорит, что он на заднем дворе. И как я и сказал, держи двери закрытыми и не открывай никому. И я слышал. И это первый раз. Папа. Я уже взрослый. Перестань. А теперь вали. Иди работай. Надеюсь, ты знаешь, что я это делаю только ради вкусняшек. Хорошо, ладно. Выходим. Пока, пап. Увидимся в понедельник, видимо, да? Все? А как далеко мы от дома, интересно? От нашего дома. Было неплохой райончик. Хорошо, нам нужно на задний двор. Понимаете? Кстати, мы сейчас спринтим, но не то, чтобы супер, очень быстро бежим. А что за эмбиенс такой? Что с домом? Видимо, мой персонаж очень впечатлительный человек, потому что он сразу себе надумывает страшную музыку. Это просто дом. Обычный дом. Правда, для меня всегда было некомфортно осознавать, что вот ребята же в Америке живут. Что, собака? Они в Америке живут вот так вот, что у них территория не ограждена, и двери не закрываются. Ну, по крайней мере, в кино именно так было, что никто никогда не закрывает двери. Песик. Не гавкай, не гавкай, я свой. Дать погладим. Погладим. Ой, какой хороший. Ой, какой хороший. Какой хороший. Ой, я думаю, у него красная задница. Это просто мячик. Все, давай. Хороший пес. Ну, мне теперь еще страшнее, потому что, пес, ты особо не агрессивный. Именно к чужакам. Почему две будки? Типа дача собаки. Хорошо, нам нужен фейковый камень. Ищем. Пес, ты знаешь, где я? Куда ты пошел? Пойдем, Желек, я покажу тебе, где фейковый камень лежит. Но я не особо знаю, что такое фейковый камень, что такое камень, поэтому ничего не ожидает меня особо. Ладно. Я сам найду. Оп. Мне казалось, что бассейн без воды, а он, оказывается, нет. Я немножечко промок. По пояс, например. Ладно, я пока не вижу камня, если честно. И фонаря у меня нету. Книжка записная, как мне ее открыть? Тап, нет, ничего не работает. Ничего не работает, ладно. Пока недоступна записная книжка, к сожалению. На заднем дворе, на заднем дворе. Фейковый камень. Пёс пошел спать. Смотрите, я взял консервы. Кинул. Кинул. Тут можно это заюзать, но я не могу заюзать. Сдается, мне нужно с другой стороны обойти. Очень все зловеще выглядят. Эти машины. И я понимаю, что там люди живут здесь, вот здесь, вот здесь. Они сейчас там все находятся. И живут себе спокойной жизнью. Но мне все равно как-то жутко страшно. Я боюсь смотреть на эту машину. И вот на ту машину, которая едет в эту сторону. Пожалуйста, где камень? Погодите, а мы можем пойти и дальше? Мы можем по целому району пройтись? Может быть, задний двор другого дома? Я не мог просто взять и уйти так. Да, я понимаю, что я не могу. Я не могу. Я не могу так поступить. Я ответственный юноша. Правда, самую базовую простую задачу я не могу выполнить, так как я не понимаю, где камень. Чтоб нашел! Вот оно! Вот оно! Окей, хорошо, мы взяли. Этот камень останется при нас, чтобы, если что, ударить кого-нибудь по голове. Мы здесь. На самом деле, уютный домик. Мне нравится. Теперь я должен, видимо, что, похавать? Я же сказал, что я делаю все это ради вкусняшек. Мне нужно было пописать. А, извините. Сначала попить. Оп, оп, оп. Все, механика точно такая же. Слушайте, я не случайно не в этом доме, который был в первой части. Ладно, дайте найдем туалет. О, нет! Нет! Не беспокоить. Ни в коем случае. Ладно. О! Неужели это ютубер? Он снимает здесь видосы. Вот здесь он пишет свои летсплеи. Это мой дом. Это сто пудов мой дом. У меня, кстати, такой же хромак есть. Мне очень надо было пописать. Ой, я сейчас описываюсь. Ладно, видимо, наверх нужно пойти. Я осознал, что этот дом был гораздо больше, чем наш. Не то. Вот, 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 вот. Дверь можно не закрывать. Никого нет дома. Я писаю. О, я писаю реально. Я показываю вам, как я писаю. Я писаю прямо на ободок. А! Стоп! Я управляю этим! Окей. Я закончил. Все. Красава. Никто ничего не говорил про чистый туалет. Так что все. Я считаю, я ничего не нарушил. Сообщение? Так. Забыл про то, что здесь сообщения читаются. Итак, давайте. Эта школа полна ублюдков. Я знаю. Но я не думаю, что ты ублюдок. Я тоже так не думаю. А, тихо. Тихо. Погодите, погодите. Дайте почитать. А, хорошо. Мы переписываемся с мистером Карсоном. Погодите. Да, я тебе позвоню скоро. Поднимай трубку. Я бы так хотела. Видимо, хотела. А, Эвелин. Да. Я бы так хотела, чтобы ты приехал сегодня. Я тоже. Но придется сделать кое-что для своего старика. И ты знаешь, что я не был хорошим сыном для него. Если твой... Да, блин. Перестаньте писать. Перестаньте писать. Дайте почитать. А! Если твой папа не думает, что ты хороший сын, то я даже боюсь представить, что думает обо мне мой. Ха-ха. Я просто думаю, что я его очень сильно разочаровал. С Карой. Не надо. Не начинай снова, Ной. Почему все пишут у меня с маленькой буквы? Ты должен перестать заниматься самобичеванием. Погоди. Это что? Тебе... Тебе та сучка опять звонила? Я просто не могу перестать чувствовать себя глупо. Ой, страшный звук. Это была не твоя вина. И точка. В любом случае, тебе нужно кое-что сделать здесь. Посмотрим проклятие на следующих выходных. Подмигивание. Сто процентов, сто процентов. Подмигивание, подмигивание. Окей. Этот маленький малыш. У-у-у. Я очень завидую Аве, Рофл. Я знаю. Только что приснился очень странный сон. Теперь, что напишет мистер Карсон. Спасибо, что взялся за работу, парень. Я очень ценю, что ты это делаешь для меня. И очень жаль, что пришлось уехать так рано. Мистер Карсон? Извини, это Рой. Твой папа передал мне контакт. Уолтер. Папа его зовут Уолтер. Работа меня полностью сжирает здесь. Нет проблем, мистер Карсон. Всегда рад помочь. Ага. Это мой папа. Уолтер, имеется в виду. Я бы не просил никого о помощи, если бы не Зеки. Зеки? Или Зик? В последнее время мальчику не здоровится. О, я позабочусь. А, Зик это, наверное, пес. Я позабочусь о нем и о доме. Так что вам не о чем беспокоиться, мистер Карсон. Ты просто спаситель, мальчик. Кстати говоря, о нем. Я хотел напомнить тебе, что сейчас ему пора ужинать. Если ты сможешь дать ему немножко собачьей еды в подвале. А, окей, хорошо. Все-таки мне нужно в подвал. Ладно, мистер Карсон. Задача покормить песика. Пойдемте в подвал. Двери-то сами не закрываются здесь, надеюсь? Просто если двери сами не закрываются, и потом я увижу однажды дверь закрытой, которую я точно не закрывал, вот тогда я обосрусь. Где у нас тут... Блин, правда, дом очень большой. Где подвал? Вот, по-моему, подвал. Нет-нет-нет, в подвале было темновато и стремновато. Ой, здесь вообще темно. Лучше в эту сторону даже не смотреть. Смотрим в пол, пол освещен. Почему нельзя держать собачью еду где-нибудь поближе к холодильнику, например? Рой. О, здесь связь ловят. О, почти забыл. Извиняюсь, что в подвале нет света. Так мало света. Ты можешь взять фонарик в хранилище сверху. А, сторидж рум. Хранилище сверху. Наверху. Наверху? Ой, я холодильник забыл закрыть и разморозиться. Пардоните. Наверху пойдемте возьмем. Я буду очень долго изучать, мне кажется, этот дом. Тут и гостиная красивая, и телек клевый стоит, и кухня, и столовая, и все подряд. Итак, это спальня, не то. Так, где у нас складская комната? По-моему, это где-то... О, что? А, это само? Оно само это делает. Я могу посмотреть. Никого нет. Вот, фонарь. Есть. Все, встаем, пойдемте в подвал. Вот, с фонариком гораздо лучше. Итак. Короткий путь к подвалу сюда. А что ты не сказал мне, мистер Карсон, где находится еда собачья? Я же не буду каждую полку осматривать. Или ты хочешь, чтобы я в самую темень зашел? Мне кажется, ты именно этого хочешь, да? Кто этот мистер Карсон? Папа заводит дружбу с клиентами, но клиенты не могут быть друзьями. Ну, может быть, в рядких случаях. Но ты не можешь с каждым клиентом дружить, а потом посылать своего сына в дом каждого из них, чтобы он следил за этим домом и бегал под темным подвалом. Где еда собачья? Не могу найти пока. А, вот, взял. По идее, взял. Нет, пожалуйста, никто не пробегай. Никто не пробегай. Нет, эта игра гораздо более находчива, мне кажется. Она мутит саспенс. Песик! Она не просто гонит за тобой каких-нибудь монстров и делает скримеры дешевые. Нет, стоп, мне сначала нужно открыть. Да, блин. У собаки же зубы и так, как ножи. Дайте просто разгрызти все. Наверняка консервный должен быть где-то здесь нож. Что? А, от собаков. А, вот же, господи. Нам, видимо, нужно банку кинуть, взять нож и открыть. Хорошо, кидаем. Какое детальное взаимодействие с предметами мне нравится. Зик! Зик, Зик, Зик! Иди сюда. О, учуял, учуял, да? Ты где? Такой ты ленивый! Давай быстрее, Зик! Ну, ладно. Видимо, я здесь все. Пока. Собака, место на улице. Нафиг подвал. А теперь мне что нужно делать? Кажется, все? Не могу, давай написать. А, вот. Погодите. It's done! Нет, нельзя отправлять. Все еще нельзя отправлять в этой игре сообщение, к сожалению. Погодите, что? Что? Так, он кушает. Это я ему написал. О. Эй, парень, Уолтер сказал, что ты компьютерный гений, да? Я должен попросить об одолжении. Мой компьютер очень себя странно ведет в последнее время. И вся секьюрити-система привязана к нему. О, нет, охранная система дома привязана к компу, который глючит. Эм, да, хорошо, пригодите. У вас вся система к дому, к компьютеру, точнее, приделана. Очень много дорогого оборудования лежит здесь. Не хочу, чтобы что-то произошло. Да, я понимаю. Я посмотрю за вашим компьютером. Попробую что-нибудь исправить. Спасибо, парень. Мне показалось, что какая-то странная музыка была. Мы можем запереть дверь? Мы не можем дверь запереть. Это, кстати, входная дверь, да? Нет, это не главная дверь. А где главная дверь? Где главный вход? А, вот главный вход. О, Рой. Спасибо, парень. Аликарсон 5387. Окей. Это его пароль, я так понимаю. Ладно, пойдемте в кабинет, который он просил не заходить, не беспокоить. Вот компьютер. Это... Что? Так, собачка кушает. Окей. Это не то. А где же компьютер-то? Наверху, что ли? Слышите эту музыку. Черт, твоя музыка. Это не комп. Мистер Карсон, где ваш компьютер? В целом, я даже еще не осмотрел весь дом. Вот здесь что? Еще одна гостевая... О, это что такое? Красненькая, что тут лежит. Это будильник. Мне кажется, кто-то сейчас будет нас терроризировать. Кто-то будет постоянно пытаться проникнуть в дом. Хорошо. Спальня мистера Карсона. Клевая. Такая же уютная, как и весь дом. Не могу открыть отсюда. Откуда же смогут? Вот отсюда. Вот! А, тут заставлено. Офис мистера Карсона выглядел как хорошее место, чтобы сидеть и работать. Хорошее место для работы. Это что такое? Прачечная. Окей, давайте сядем. Я помню, я... Какие-то калкулюс делал вычисления в эту ночь, наверное. Как там он написал? Я забыл пароль. Алия Карсон, 5387. Окей. Алия Карсон, 8357. Ой. 5387. Вот. Неправильно вводил. Извините. Добро пожаловать. Что, это Windows XP? О боже, это Windows XP. Так. Яйцо. Воу. Воу. Это очень странно. На каких сайтах ты лазил, чувак? Что у тебя такие странные глюки на компе? Критическая ошибка. Окей, извините. Давайте заглянем в его историю браузера. А, это триалку он скачал. Интернет-браузер. Триал. Ограниченный. Я могу что-то ввести? Да, я могу что-то ввести в поиски. Ладно. Айнет. А, нет. Угадай флаг. Не работает. Корзина. Видеофайл. Ну-ка. Гайд. Как быть лучшим человеком? Разговор, разговор. Режиссер Карсон. В этом видео вы будете понимать, как быть лучшим человеком. Когда захотите сделать перерыв, пожалуйста, делайте. Первый шаг. Не будьте грубым. Окей. Как этот мужик, который пялится на меня. Быть грубым? Это... Вы... Что? Хорошо. Второй. Извините. Кажется, какие-то неповадки с... Сетью. С трансляцией. А пока наслаждайтесь счастливыми картинками. Собачка. Шаг номер два. Оставайтесь спокойными в любой... Что? Время любого разговора. Вот что у меня в голове творится, когда я пытаюсь сдерживать спокойствие. Неудивительно, что Карсон это удалил. А это что такое? Восстановить ноль килобайт. Тест один. Окей. А, может быть, удалим все-таки корзину? Корзину. А, нет, все, я не хочу досмотреть больше. Фу, боже. Ладно, нам нужно что-то ввести. Карсон. Порн. Ой, извините. Фри порн. А! Мне не повезет. Стоп, погодите. О! Вот. Нужно было вниз пролистнуть. Окей. Антивирус 96. Чините компьютер, все фиксите. Окей, скачать прямо сейчас. И сейчас у меня какой-нибудь человечек на рабочем столе появится и будет что-то делать. Танцевать, например. Кто помнит такие вирусники, когда у вас на рабочем столе появлялся, какая-нибудь стриптизерша появлялась, еще какая-нибудь штука. Когда ты переходишь по всяким сомнительным ссылкам или заходишь на сомнительные сайты, на которые я не заходил, это делал мой друг. Когда приходил ко мне домой, пока я отходил в туалет, он садился на мой комп и делал все это. Итак, добро пожаловать. Отсканируем. Я надеюсь, этот антивирус просто удалит этот гайд. Потому что он засел у меня в голове, как мерзкий вирус только что. Смотрите, угроз целых пять найдено. Боже мой. Боже мой. Так, Троян. Троян. Очень большой риск. Конечно же, ремов. Стоп, погодите. Это же как бы история человека. Вроде как реальная, да? Он ее рассказывает. Он реально видел вот такое видео? О, я не знаю, не знаю. Все, наверное. Если он просто реально такое видео видел, я не завидую. Я думаю, это часть кошмара больше. Итак, все вирусы удалены. Рой! Как ты узнал? Как ты узнал, что я все... Камера. Как ты узнал, что все починил? Скажи это моему парню. Но спасибо, так... А, я написал ему. Это был какой-то Троян. Я бы порекомендовал вам скачать... Качать только то программное обеспечение с достоверных сайтов. Скажи это моему сыну. Но спасибо. Я тебе чаевых накину за это. Итак. Так. О чем был сон? Спрашивает Эвелин. Странно. Напоминает мне о готовке с Джеффри на канале 10. там, прошлой ночью. Кстати говоря, перезабег сейчас должен быть в эфире. Ты должен посмотреть это со мной. Погоди. В твоем доме сейчас есть телек? Ага. Погоди. А как посмотреть на security? Security! Вау. Вау. Нет. С одной стороны, вау, с другой стороны, как только я увижу кого-нибудь, все, у меня паника начнется. Но надеюсь, что человек, который попытается ворваться в этот дом ко мне и причинить мне вред, посмотрел видеоурок о том, как быть хорошим человеком. О, ночной режим. О, о. Ой, там был свет. Класс, классно. Во! Вот так все видно теперь, пусть так и будет. Пусть так и будет. Собака все еще хавает, прикиньте. Ладно, все, выходим. Пойдемте телек посмотрим. Слышите? Это музыка? Наверное, просто не музыка даже, а машина проехала мимо. Что это? Что это светится? Неважно. Нужно телек смотреть. Эверина ждет. Мы, конечно же, пойдем смотреть телек в клевую гостиную вот сюда. О, что опять? Там что-то стрёмное. Началось. Ты смотришь? Кошачья еда? Это мое любимое блюдо. Хе-хе-хе-хе. Она повторяет его слова. Это мое. Итак, сначала мы будем гадленно пить телек в эту комфортную пану на стовке. О! Сейчас мы научимся делать кошачью еду, кстати говоря. Пойдем, сделаем ее. Джеффри просто остается Джеффри иногда. Такой Джеффри, да? Джеффри, такой Джеффри. Я не могу смотреть назад. Ой, молочко и хорошо. Нормально. Просто нормально смотрится. Найс! Не говори. Хе-хе, кошачья чат. Окей, давайте посмотрим, что написал Рой. Что? Ааа, ладно, идите. Боже мой. Что? Прекрасное телевидение. Итак. Так, 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 так же тебе следует... Так, господи. Нет, ты пропускаешь лучшую часть. Да погоди, Эвелин! Я не успеваю. Много дел. Я также думаю, что тебе нужно сходить в магазин за продуктами, прежде чем станет темно на улице. Там уже темно, если честно. Есть немножечко бабла у меня. Окей, хорошо, надо купить вот это, вот это, вот это. Хорошо, я сделаю сейчас. Нет, нет, я тут... Все, пойдем, пойдем, пойдем. Я не могу смотреть на эти руки. Фу, жесть. Пойдемте в магаз. А где магаз? В какую сторону? А, деньги забыл взять. На тумбочке должны быть деньги. Наверное, тумбочка имеется в виду, которая в спальне у него находится. Это не его спальня, ведь правильно? Слышите? Откуда? Откуда этот звук? Твою мать. Стоп, вот здесь? А вот она, бабос. Побежали. Эти странные звуки, я не понял. Опа, рой. За беспокойство ты можешь себе купить что-нибудь. Окей. Да что еще? Ты можешь взять велик Алика. Он стоит возле гаража. Точно, пойдемте, возьмем велик. Велик, я помню, где он находится. Он здесь вот находится. А, я так понимаю, мы сейчас сразу телепортнемся. Погодите. О-о-о-о-о. Охренеть они запрувили игру. Как круто. Какая иммерсивность. Я прям катаюсь. Я катаюсь на этом велике. Нам нужно... Я катаюсь по этому району. Нам нужно вот сюда, да? Нет, темно. Темно не туда. Нет. Или да. Что-то меня телепортнуло, да, походу, сейчас. Э-э-э, жалко. Я думал, прямо сейчас доедем. 9.22. Мы едем. Он сам едет. Я не еду. Вон. О, девушка идет. Моего возраста. Я должен к ней подкатить. Хе-хе-хе. На велике, в смысле. А, нет, у меня уехала. Ладно, паркуемся здесь. Здрасте, здрасте. Итак, смотрим, какие нам нужно взять продукты. Рэнч. Рэнч. Я забыл, что такое рэнч. Короче, рэнч. Ой. Кто пишет? Эйвлин. Э-э-э. Why did-ды-ды-ды. Что? Что это значит? Не знаю, что это значит. Короче, нам нужно рэнч купить. Клубничное желе. Шоколадные какие-то штуки для Алика. Молоко и яйца. Горошек. Мед. Рис. Только, который от фирмы Анкл Тони. Дядя Тони. Кетчуп и не забудь молоко и яйца. То есть, два раза молоко и яйца. Хорошо. Это что? Вот кетчуп. Окей. Кидаем. Зачем? Затем. А. В смысле, я кинул в тебя. Извини. Я хотел вот, на прилавок положить. Или мне нужно взять... А. Смотрите. Можно просто вот так все кинуть. Да я... Ты что? Да чем ты это делаешь, сынок? Тебе что нужно? Дайте мне минутку. Мы можем вот так накидать ему сюда. Вот. Ладно. Все-таки будет трудно, мне кажется, без корзинки ходить. Это оно? Это правильно? Или неправильно? Походу, неправильно. А вот это? Во! Это правильно. Чоко Капс. Это оно? Чоко Спред. Не то. О, здорово, пацаны. И, кстати говоря, вспомнишь говно. Тернер и Дэнни? Бро, твоя девушка была здесь. Она только что ушла. Моя девушка? Как ее зовут? Кароль, дип того? Чувак, я сказал, что они не встречаются больше. А, да. Он перескочил к той другой девчонке так быстро, что я даже и не заметил. Не слушай его. Это это... Но, чувак, она принесла кучу и кучу консерв. Мне кажется, она закатывает вечеринку или типа того. Ты знаешь что-нибудь про это? Чувак, она выглядит гораздо старше без косметики. Это та девушка, которой я подкатил. Вот что она так быстро ушла. Прям как энергичная Милфа, бро. Я думаю, она типа Гот. Готичная Милфа. Энергия Готичной Милфы. Окей, вы, ребят, закончили? Короче, чувак, что ты сегодня делаешь? А, да, сижу. Смотрю за домом Карсена. Ты имеешь в виду дом Алика? Он ходит в школу с моей сестрой. Слышал, что пацан настоящий чудила. Особенно с тех пор, как его родители развелись. Так. Это просто... Ради денег все. Ладно, чувак. Увидимся в школе в понедельник тогда. Давайте, увидимся. А, вот горошек. То, что надо. Здрасте. Я с вами нельзя поговорить. О! Она сама хочет с нами поговорить. Эй, сынок, ты здесь работаешь? Возможно, что. Я ищу горчицу. Мой сын любит горчицу. Но я не могу найти ее. Черт меня, дери. Ты знаешь, где она? А, давайте я найду ее для вас, мадам. Ну, какой ты милый. Я буду здесь ждать. Хорошо. Горчица. 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 Она, видимо, где кетчуп. Скорее всего, вот она. Куда делась? Это что, горчица у тебя в корзине? Ты можешь мне дать тоже? Так, это же для тебя. Вот, бери. Нет! Это для тебя. Вон, я тебе кину на пол, бабушка. Хорошо, я сейчас все выкину. Куда ты ее отпинываешь? На, бери. Вот она. Спасибо, сынок. Так, не за что. Ладно, сейчас все обратно соберем. Продавец такой невозмутимый. Он тоже смотрел этот гайд. Как быть нормальным человеком. Ну, не нормальным, а милым человеком. Теперь нам нужно вот это еще желе. И у нас есть уже рис, только от Анклотони. Кетчуп есть. Райси-спайси. Не то. Опа, свежее молоко. Открывайте. Я не помню, чтобы я покупал что-нибудь, что не просил мистер Карсон. Погодите, это же молоко. О, фреш-милк. А, вот еще молоко есть. Окей. Ему, видимо, не нужно свежее молоко. Просто молоко. Свежее молоко. А собачьей еды нужно? Не нужно. Хорошо, вот яйца. Смотрите, вот рис. Но это не тот рис. Это не дядя Тоня. Вот дядя Тоня. Осталось только рейндж купить и чокко-спред. Какие-то шоколадки для Алика. И мед. Да, и, конечно же, мед остался. Я понял, что такое рейндж. Это соус. Вот он. А вот, погодите. Это спреди. Чокко-спред. Да, это, походу, оно. Точно. И осталось теперь мед найти. Мед где-то... Вот. Все, берем. Ой, простите. Мне тебя штрафовать за это? Не-не-не, погодите. Как поставить? Как поставить? А, все? Готов платить? Да, пожалуйста. Спасибо, что у нас выкупаете еду. Хорошо. Хорошего вам дня. Все. Окей. Гоу. Мой велик упал. Нет. Ладно, поехали отсюда. А, черт. Не туда. А. О, боже мой. Неужели я встал поперек? А, это сейчас как в Остин Пауэрсе будет. Никто, наверное, не смотрел из вас Остина Пауэрса, да? Ладно. Итак. Дом. Дом это туда. Никто за мной не следит? А, нет. А, коленка ободрал. Помогите. Ой, музыка страшная началась. Помогите. А-а-а-а. Ха-ха. Так и закончилась моя история. Машина едет. Нет. Нет. Стой. 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 А-а-а. Я чудом выжил, потому что эта машина была, у нее была высокая подвеска. Все. В порядке. Все в порядке. Хорошо. Да, домой. Ладно, если это меня не убило, то ничто не убьет. Господи. Пакет просто тяжелый. Боже мой. Все раскачивается. Девять сорок шесть. Едем домой. Оп. Это оно. Это мой дом. Да. Теперь я здесь живу. Теперь я здесь живу. Мне нужно было снова пописать. Все. Сползаем. Сползаем. И еще что-то там. Я еще что-то там много работы школьной не сделал. Оп. Хорошо, что положил сюда велик. Зло не сможет зайти. А-а-а. Продукты. Продукты нужно срочно по кухне раскидать. Кухня в другой стороне, да? Какой стороне? Вот здесь кухня. Типа. Типа как? Вот. Что я должен сделать с этим? Я оставил продукты на кухне. Ну, видимо, да. Но мне нужно было еще работать. Много школьной работы. И много писать хотел я. Скорее. Где? Я опять запутался. Вот. Ай, не в ту сторону. Много писать. Скорее. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. О, да. Все, все хорошо. Мистеру Карсену это не понравится. Простите, мистер Карсен. Я сам не в восторге. Я только что чудом смерти избежал, поэтому мне наплевать И даже не смыл Это, а, работать, работать в кабинете мистера Карсона Это не здесь, это Это вот здесь Че, гоу? Энди? Кто такой Энди? Новый человек Чувак, ты Сказал, что ты в доме Карсона Тебе нужно это увидеть Разыщи Роя Карсона Развод Роя Карсона в интернете Прямо сейчас Я так и знал, не зря здесь браузер Рой Карсон Диворс Хорошо, одна страничка Найдена Итак, основатель Биен Медиа Рой Карсон Получает угрозы Угрозы Расправы? От его бывшей Жены А, нет От его Злобных фанатов Которые разозлились За его Бывшей жены Звонок в дверь Погодите Погодите Так Новости Это довольно-таки Типично для аудитории Блин, ладно Давайте попозже прочитаем Посмотрим, кто это Надеюсь Надеюсь Это не жена его Иду, иду, иду Смотрите, машина Кто-то приехал Реально Я осознал, что я могу Просто проверить По камерам наблюдения А, точно Сейчас Сейчас проверим Я забыл про камеры Сейчас, сейчас, сейчас Я не подойду Мне сказали Никому не открывать двери Точно Эм Так, security Это подвал, да Здесь никого Кто это? О! Какой-то дядя Стоит прямо На велике моем Какой-то мужик Что я должен сделать? Может быть Подойти все-таки? Он очень настойчив Он просто стоит И звонит И звонит Он, конечно же, видит Что кто-то дома есть Блин Ну, сказали же Не открывать, да? Ну, я открою А, кто там? Доставка А, пицца? Средняя пицца Какая я? Я не заказывал пиццу Ваша пицца Пепперони Здесь, сэр Вы, наверное, ошиблись Это бульвар 224 Верно? Эм, верно Это было Заказано Эм Рой Карсон Что? Что сделать? Нет, я не буду открывать Я боюсь Или открыть Ну, ладно Откроем О, черт! Черт! А Погоди, вот он стоит Сэр Эй Вот ваш пицца Я думал Он исчез Я думал Это просто Не знаю Больной маньяк Э, это Наверное Будет странным запросом Но Не могу ли я подождать Внутри Пока дождь не закончится? возможно небезопасно быть здесь сейчас и я забыл свою куртку в магазине не уверен что моему папе это понравится он он дома наверху что мне сказать в любом случае не могу впустить моя папа наверху его не понравится я понимаю саш хорошего дня вам сэр у странный запрос у чувака уже мог просто хотя бы здесь подождать попроситься здесь подождать погодите лишь к это чушь правда я только сейчас понял у него же машина я могу сесть на велик снова неужели могу прямо в дом въехать офигенно вот так поставим чтобы зло не вошло что теперь я дома катаюсь теперь я дома катаюсь нафиг неожиданно но очень весело но я же подросток чего от меня хотите я развлекаюсь как могу и и какая у меня следующая задача здесь пожрать пиццу наверное а какой неповоротливый велик тихо 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 мистер карсон узнает узнает остерегайся пиццы она должна не стекать пицца будь внимательна пицца приедет скоро все это он заказал все хорошо посмотрим насколько этот велик горный и я спали встаем все мы приехали ладно хоть 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 разогреет пиццу просто на кухне боже мой ладно по крайней мере это сам карсон прислал сам рой и сам карсон давайте где можно разогреть действующие она здесь тебя себе звук что я должен я думаю я мог посмотреть немножко телек и за на пахать пиццу точно хорошая мысль гол о нет что это за фильм ужасов нет репортаж типа пришелец до кушать пицца была хорошей и теплой несмотря на дождь что за чувак что за что это такое это кто-то в маске или это пришелец спукс страшилки слышите надеюсь все в порядке он давайте встанем хватит менять пиццы спокойно ночи иной все порядке извиняй я немножко заработался тебе тоже спокойно ночи сладких сладких очень сладких я слышал кого кстати где мой фонарь она исчез окей ладно работать и нам еще нужно дочитать статью обязательно ибо это очень меня напрягает статья и так это не редкость для аудитории быть назойливой когда дело касается личной жизни звезд но иногда это просто невозможно выносить и похоже картину мы наблюдаем с делом роя карсона основателя со основателя бен медиа после того как он на публично расстался и развелся со своей женой бывшей актрисой алиса браун карсон он постоянно получает данте пожалуйста хорошо то ты со мной в этом доме то что мне страшно здесь осторожней на улице злая собака зика но ты можешь оставаться дом так а теперь погоди я читаю про роя карсона ты же знаешь это знаменитый сурой карс а теперь хватит тереться мой микрофон тут важные вещи да елки-палки чё ты жмешь клавиши перестань так в общем я не вижу статью статью не вижу иди он получает угрозы угрозы расправы от фанатов алиса браун за то что за те слухи касаемо чё-то там сейчас все хороший хороший код да все молодец данте стрелочка показывает что это дом карсона или эта стрелочка идет от мусорного бака типа он там согласно источникам люди стучатся в дверь к рою карсона и просто подходит к нему повсюду алиса пока еще ничего не комментировал насчет этой ситуации но hunter news активно пытаются с ней связаться поэтому чтобы вы читатели были всегда в курсе последних событий окей нас преследуют грёбаные фанаты нашей жены сейчас будут фанаты именно нас доставать целая куча фанатов он пока никого нету здесь мы можем не париться с включениями вот здесь надо смотреть обязательно с ночным видением пока что все порядке он все хорошо давайте займемся нашей работой на домашку делать а как вот я думал что надо бы ммм съесть пиццу блин серьезно а где пицца то куда она делась я ее выкинул блин мне надо полностью пиццу съесть окей но я не буду смотреть этот телек хотя нет что я вру буду я смотреть этот телек нет я не могу его посмотреть ладно просто съедим пиццу в тишине я я просто не мог смотреть я просто мог есть и не смотреть хорошо включаем данта теперь все в шерсти твоей чешется зачем я встал он тут еще сидит если что в обо ухо что а блин давайте кушать давай же кушай быстрее надо работать делу время потехе час быстро съедим пиццу и работать стучаться и звонят кто-то постучался все я доедаю пиццу все перестань это очень меня пугает кто здесь никого там никого не было кто-то просто подошел постучался и позвонил дверь и ушел срочно 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 за камеры оп что женщина пошла на задний двор это это жена его она должна здесь появиться сейчас я не вижу ее она же не будет входить давайте работать кто-то был у двери мне нужно было посмотреть она что-то оставила она что-то оставила и ушла стоп отсюда видно что-нибудь интересно если мне снова понадобится велик как я его буду доставать из спальни точно мне точно нужно открывать это кто там открываем что цветы спасибо как приятно нахрен я не знаю что об этом думать ну может быть написать карсону а или вазу поставить я знаю что с этим делать нахрен и сейчас рой пишет сообщение такое цветы скоро будут доставлены это все спасибо тебе тогда бы я просто взял бы и уехал я думаю уже пора уезжать не ну хотя как же закрыть двери так чтобы закрыть прямо их по-настоящему ладно получается мне наверное уже нужно идти и делать уроки наконец таки неизвестный отправитель эй как ты что у тебя на ужин пицца я предположил что они ошиблись номером как не странно я прогнал эту мысль о том что это странное совпадение и начал даже заниматься своими делами мне нужно было очень много делать всяких работ домашних хорошо да учусь 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 шкала наполняется вы бы так вряд ли жизнь если садишься за уроки шкала напомнилась и такой все готово не бывает жизнь это не игра я уснул час 36 электричество отключилось пока я работал погодите известный отправитель ты один почему ты мне игнорируешь почему ты всегда так груб со мной ты очень не по-взрослому себя ведешь ладно если ты будешь так себя вести дальше ты мне не нужен все равно тот гораздо круче тебя ты кто зачем вообще отвечать на это я был уверен что такое-то пранк от тернера я просто знаю что это типа он к тому же он и энди единственные кто знали о том что я сижу здесь сегодня туда это по-любому нет но нету света нету света а и мой фонарь как не можно что-то сделать 387 кто кто разлагинился да велкам велкам теперь вообще теперь вообще все темно что это что это такое вентилятор что где камера точно кого-то обнаружила ну и никого не вижу окей давайте встанем наверное или продолжим дальше делать уроки нужно было так и не мог продолжать работа поскольку не было электричество хорошо давайте встаем черт я не знаю собака гавка я же ничего не вижу никого никого зик Я слышу его Может выйти? Нет, Зик с другой стороны Ой, блин Так, я внезапно был Замерз на улице Все сводится к тому, что я должен выйти на улицу Цветы Зик На кого ты гавкаешь? Что? Кто-то вырубил электричество Зик, все хорошо, успокойся Зик очень странно себя вел Все, мы включили все обратно Я включил электричество снова Ладно, хорошо Зик молодец Я не мог понять Кто-то его просто обрубил Снаружи Сто пудов это Тернер Он начинал меня бесить уже по-настоящему Ладно, Зик хотя бы агрессивен Хороший, хороший Зик, молодец Все, я пошел Пока, Зик Еще ори Что? Ты сказал, что мы останемся друзьями Тернер, это не смешно Я знаю, что это ты Бардак Черт Вы бы слышали, как сейчас стучит мое сердце Я обосрался Я просто обосрался Господи Это что, в этом прикол игры Все это конец или что-то еще есть? Ладно, давайте попробуем Заново Нет О, не заново Тут есть как бы на главы разделено Отлично Включил снова электричество Мы сейчас попадем в эту самую точку Я включил электричество Мы не пойдем в ту комнату теперь Нет Все Зик, иди домой Может быть цветы нужны? Смотри, я принял цветы Сверху Это сверху идет Я цветы Принял Так, хорошо Мы будем друзьями Тернер пошел в жопу Кто-то наверху Теперь давайте наверх пойдем, может быть Потому что Женщина была внизу Напала на меня в студии Цветы Я смотрел гайд Как быть хорошим человеком Я цветы принес А этого пункта Даже не было в гайде Закрыться Мне нужно было вернуться К школьным делам К школьным делам Ты что, угораешь? Нет, конечно Какие школьные дела? Катку в доту Лучше Ее, здесь нет Но я вижу, что тут все плохо Где ты? Где ты? Где ты? Короче, суть игры В том, чтобы случайно Не оказаться в том месте Где эта женщина Все? Ее нету Окей Домашка Нет Кто-то идет Мне как-то было не по себе От ситуации Это кажется глупым Но мне нужно Как следует все обдумать Что? Домашку? Хватит! Хватит домашку! Нет! Нет! Там-там-там Там звук лезвия! Там звук лезвия! Пожалуйста! Я что-то слышал! Цветы! Я что-то слышал Я слышал нож Благо я закончил Сраную домашку Окей, быстро Она взяла нож Хорошо Здесь ее, кажется, нет Нет ножа! Я не включал печку Я точно знаю Что я от меня надо Она думает, что я Карсон или что? Нет Погодите Она не думает, что я Карсон Она точно знает, что Я это я Она же знает твой телефон Пес Гавкает Стоп, давайте внимательно смотреть Может быть я ее увижу Игра хочет, чтобы я спустился вниз, да? Ты этого хочешь? Мне нужно было спуститься и проверить О! Кто-то на пианино играет Еще и кто-то Включил стиралку А духовка просто снизу так орет Оп! Я не хочу больше этого скримера Было ужасно Зик! Ты был здесь Теперь тебя здесь нет Черт Видите, здесь нет ножа Я правда не обращал внимания Был ли он или не было Но вы можете отмотать И посмотреть Ага Это продукты, которые я купил Мне было очень некомфортно От того, что Он был в доме Мне нужно было Нужно было С ним увидеть его, короче У меня не было контакта Я мог только спросить Энди Энди, можешь мне послать Контакт Тернера? Сказать ему, чтобы он перестал Валять дурака А чё он делает? Он тут Ошивается возле дома Не круто Э? Чувак, он у меня дома Сейчас Что? Мы идём с Брейди В кино Потом я чё-то там Короче Всё, мы решили остаться дома Всё, чё я мог придумать Это просто пойти В комнату С охранной системой И наблюдать Может быть Мне стоило позвать копов Но в тот момент Я чё-то Погрызился в свои мысли И идея Эта мне чё-то Не пришла в голову Идиот Идиот Ты уже один раз сдох Только что Хочешь ещё раз? Надо, нужно добраться До секьюрити Добраться до секьюрити Игра мне позволит Блин Чё я с этими цветами Хожу, как идиот Я только сейчас Забротил Не важно, что я с цветами Всё ещё А я закрывал двери Открывал их или нет? Закрыть нафиг Почему-то здесь Мне чуточку спокойней Одна дверь открыта Да Оно грядёт Энди шлёт Мисагу Погоди, Энди Всё, ладно Давайте встанем сначала Так Чувак Ты проверял Этот загал Эта новость Которая тебе говорила Это мне Брэдди Об этом сказал Это Как-то Стрёмненько Всё Неужели Стрёмненько Ты не знаешь Что такое Стрёмненько А Скорее Камера Это где? Это какая комната? Это спальня? Это спальня Я застыл на месте И продолжал смотреть в монитор В ужасе Это та девушка В магазине? Что? Она идёт прямо на меня Она проверяет Где я? Что я должен сделать? Смотреть? Она была прямо за дверью Моё сердце чуть ли не выпрыгивало из груди Хорошо, что они Ной Она Ты там? Я соскучилась по тебе Что бы там ни произошло между нами Мы можем Это всё решить Как ты сюда попала? Я всегда была Только Добра к себе Но ты Обращался со мной Как с дерьмом Тебе Что? Что мне сказать ей? Промолчать? Или сказать, что Тебе нужна помощь И обидеть её ещё больше? Тебе нужна помощь Я знаю всё Я знаю Ты бросил меня ради неё Она по крайней мере не такая наркошка Как ты С ней по-другому Вот поэтому Я бросил Тут всё Всё очень грубо Всё очень грубо Надо наоборот задобрить её Я уйду от неё к тебе Вот поэтому Но я люблю тебя Как насчёт этого? Тебе нужно уйти срочно Мы заслуживаем второго шанса Я могу тебя в полицию сдать за это Тишина Сделай это И я нахрен тебя убью Вас обоих Та-ра-та Та-та-та Та-та-та Мне нужно оружие Какое-нибудь Что-нибудь Сколько у меня времени? Причём она додумается обойти Если я не могу тебя заполучить Я даже не пытался это открыть Никто не должен Почему? Почему я не могу Доделать свою домашку спокойно? Тут есть микрофон Кстати говоря Ооо Пожалуйста не надо Ооо Какая неприятность Она застряла Благо Что мне делать? Сесть? Встать? Бага Бага случилась Она хромает Чё с тобой? Ладно Она порнула меня Блёй Что такое? Я даже немножко рад Что бага случилась Потому что От неё как-то Чуть-чуть спокойнее стало Я был просто На грани с рыбой Мне кажется Так У меня есть одна идея О Пёсик Заходи домой Заходи в дом Нет Какой умный пёсик А? Знает когда нужно сваливать Хорошо Есть идея Как заставить её Оказаться в той комнате Вот Всё Всё Да Тихо Нет Выйди Встать Пока она там Побежали Чёрт Ааа Скорей Цветы Бросай Беги Пёсик Зик 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 Спаси Ааа Зик Зик Ты мне нужен Зик Как никогда Фас Фас Зик Я всё Чё Убегаю От неё Вот Это Я даю Я бегу Специально Чуть Полубокно Потому что Так Быстрее Скорость Я это Обнаружил Мне нужен Велосипед Где велосипед Он В спальне Чёрт Чёрт Прежде чем Что-либо Делать Подумай Евгений Понадобится ли тебе Это в будущем Благо Велосипед Стоит так Что я могу Вытащить Из комнаты Сейчас Эта маньячка Увидит Меня на велике Здесь И решит Что я болен Ещё больше Чем она И уйдёт Просто Вот Она Истинная Концовка Этой игры Давай Давай Сейчас 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 Мы развернёмся Как нам Пнуть О Мы забаррикадировали Её Но мы не сможем Уйти Нам велик Нужен Внизу Стоп Вот так Что мы сделаем Стоп Во Специально Нужно Место Для того Чтобы Как следует Развернуться Есть Такая музыка Я упал Ааа Боже мой Вот 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 Идеально Встал Идеально Есть На велике Мы точно Умчим От неё Оп Тихо Оп Оп Есть Есть Абелиссимо Чёртов букет Букет пусть здесь будет Надеюсь она споткнётся Об него Итак Ага Всё Стой Лежи Стой Как хочешь Вот теперь Друзья Мы попытаемся Выиграть Абелиссимо Абелиссимо Решила напасть На меня Блин Это игра Я не хочу Уже Играть Мне Всё Мне Страшно Я Уже Мне Придётся Опять Велик Вытаскивать Что ли Велик Не Сопротивляйся Мы Мы Должны Попасть На Уль Где Я О Чёрт Я Точу Головой С другой Стороны Стены Ладно Станем С велика Где Я О Почти Идеально Ща мы Ща мы Оп Оу Я Что В подвале С Великом Вместе Это Очень Плохо Ладно Я Попробую Я Выберусь Отсюда Из этого Дома Это Наваждение Как Встаём Велик Давай Не Сдавайся Мы Не В ту Сторон Да Повёрнуты Но В то же Время Это И Хорошо Ибо Мы Можем Вырулить Нормально Сейчас Данте Не Смотри На Мой Позор Пожалуйста Ты Успокаиваешь Меня Да Ты Пришёл Успокоить Меня Не бойся Жрёк Всё В порядке Ты Пройдёшь Эту Игру Злая Тётя Будет Повержена Надеюсь Очень Надеюсь Тут Сначала Хотя бы Велик Вытащить На улице Это Тоже Задача Не Из Лёгких И Не Смейся Надо Мно Ты Б Вообще Не Смог Это Сделать Опа Смотрите 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 О Нет Открой Нет Садись Едем Мы Почти У Цели Готов Поспорить Такого Прохождения Игры Вы Ещё Не Видели Отлично Ага Ааа Данта Ты Превращаешь Это Прохождение В Комедию А это Хоррор Игра Перестань Не Садись Сюда Ты Сел На Клаву Пожалуйста Мы Сделали Это Мы Это Сделали Он Лёг Прямо На Мою Руку Велик Твой Выход В прямом Смысле Выход Из Дома Вот Так Есть Всё Надеюсь В этот раз Всё получится Я не хочу Снова Вытаскивать Это Сурит Очень Большие Заботы Проблемы Неприятности И Дискомфорт В целом Ай Ай Ну Не кусай мне руку Он просто Лёг Мне Прямо На руку Ещё Её и кусает А рука На мышке Дай мне Играть Ай Дай Гад Так Всё Он ушёл Хорошо Смотрим в камеру Она Она идёт Ты собираешься заходить Да Да Встаём Гоу Пожалуйста Пожалуйста Смоги Давай Езжай Это не нужно было делать Есть вариант Ещё такой Послушать Пока она С нами Говорит Поболтать С ней А потом Побежать И спрятаться Вот здесь Пока она Зайдёт Вот туда А потом Уже Дать Дёру Видимо Вон она Поднимается А может Вообще Ничего Не отвечать Она тогда Подумает Что меня Нету Она же Не знает Где я Нахожусь Вон она Найдёт Ну просто Полицейских Я не могу Вызвать Зачем она Проходит Сюда Ну я же точно Помню Что это Невозможность Для меня Бежать Уже Пробовали Стало Позырить Телек Немножечко Тем более Блин У меня аж Мобильный телефон Да я мог бы Сразу вызвать Кобов Но я не вызвал Уже С ножом Идёт Неминуемая Гибель Вот что Это Надеюсь Сработает Надеюсь Сработает Короче Если не сработает Молчание То попробую Забежать В ту комнату Она зайдёт Ко мне И тогда я Не знаю Там окно же есть Может быть Я смогу выйти Через него Она была Прямо За дверью Ты безумная Ты безумная Молчим Ты там Ной Я соскучилась И отвечаем Не прикидывай Не прикидывайся Мы заслуживаем Мы заслуживаем Второй шанс Я могу тебя Сдать полиции Сделаешь это И я убью вас Обоих Типа Нельзя Нельзя говорить Громко Очень тихо Договорить Очень тихо Нельзя а тебе цветы 5 такая музыка ценнее есть-есть я вышел из дома и бежал целый квартал мой папа вызвал легавых Думаю, к тому времени она уже ушла из дома Но я знаю, где она живет И она на камерах Мы записали ее на камеру Есть! И цветы ей подарил в конце Так что она нас простила Кара была одной из первых девушек Которую я встретил на сайте знакомств Она была на 3 года старше меня Но мне показалось, она очень милой Поэтому начали встречаться Через 2 месяца, тем не менее Она стала принимать жесткие наркотики Что очень плохо Вы видите, какой это кошмар И как это портит Не просто портит жизнь, но еще и личность искажает Ужасно, плохо Я попытался ей помочь, но она Перевернула это все на меня Как будто бы я, типа, пытаюсь ее изменить Однажды я... С меня было достаточно И я с ней порвал Я сказал ей уйти И никогда больше со мной не связываться Она была взбешена Она пыталась убедить полицейских, что она не планировала ничего плохого делать в ту ночь Но, конечно же, полицейские не поверили Они посмотрели на пленку И она все показала Короче, там было видно все С момента, как она зашла в дом Как она взяла нож с кухни Но то, что меня больше всего пугает Это тот факт, что Ничего не было украдено из дома Она была под жестким наркотическим опьянением и алкоголем В то же самое время А ее арестовали и приговорили надолго Она села надолго Ах Ах, прекрасная атмосфера Атмосфера спасения Это было то еще приключение, ребят Я кайфанул По-моему, это, наверное, даже самая лучшая часть Не знаю Каждая из частей по-своему уникальна И захватывает Это самый лучший вид хорроров Когда тебя не просто кидают жесткими скримерами А когда все потихонечку выстраивается Для одного большого, нервозного И просто выбивающего душу из тебя Скримера Надеюсь, будут еще какие-нибудь эпизоды Чертова собака, Зик Вообще ни капли помощи от тебя не было Зачем мне такую большую собаку Чтоб она ничего не делала Даже велик не помог в конце Огромное всем спасибо, друзья Что смотрели больше моих хорроров Вы увидите здесь И вот здесь посмотрите видос Рекомендованный вам лично мной С вами был Юджин Увидимся очень скоро В других хоррорах И вообще в других играх Всем напоследок пять Вы готовы? Раз, два, три и пять! Субтитры сделал DimaTorzok